У Кележбея было довольно сложное положение, когда он оказался у власти, и нужно было ее укреплять. Этот человек был решительным, мужественным, и он, конечно, не мог мириться с тем, что некоторые удельные князья, они фактически стали претендовать на верховную власть и стали, в общем-то, усиливать свои позиции. Естественно, он сделал ставку на дворянство мелкое, в основном на анхаюцкое, на чистых крестьян. Они составляли практически все население, три четверти, и добился в этом больших успехов. Естественно, очень сложно было из Лыхны руководить всей Абхазией. Он это прекрасно понимал. К тому же не хотел отдавать на откуп тем князьям, которые были около Сухума, эшерские князья по фамилии Дзябшипа. Вы знаете эту историю с его первой женой, вот, из рода Дзябшипа. И он, естественно, этим воспользовался и перевел, в общем-то, свою столицу, фактически свое место пребывания в Сухумскую крепость. Это еще и нужно было для того, чтобы там утвердить власть не только в Бзыбской Абхазии, но и в других регионах. А мы знаем, что это он хорошо сделал, он, в общем, этого добился и фактически усмирил всех. И даже в самурзаканской Абхазии. И потом распространил свое влияние, как мы знаем, уже и до Анаклии. Крепость Анаклии очень важна. Ну, что достаточно сказать, что его племянники сидели комендантами крепостей в Поти и в Батуми. Они, естественно, находились под, так сказать, находились под крылом Османской империи, Турции. Так же, как и он на первом этапе. Но потом, по мере того, как стало слабеть турецкая власть, особенно после 1806 года, после этого похода, эскадры небольшой турецкой, когда они развернулись и вынуждены были уйти, потому что он собрал армию до 25 тысяч человек, абхазов, адыгов. Ну, у него был флот, мы знаем, мощно. Он контролировал от Анапы до Батуми, фактически, все Черноморское побережье. Конечно, был очень влиятельным человеком. Но если он с походами выходил и со своими пушками, три пушки, кажется, были, он почти до Кутаиси доходил. Ну, там борьба шла, по большому счету, между Соломоном II и Меретинским царем и Килишбеем за влияние на Мегрелию. Потому что Соломон, он вообще не считался с мегрельскими князями, считал, что это его, в общем-то, там практически территория. Вот. А Килишбей очень здорово этим воспользовался, как бы взял под защиту Григория Дадьяни, и потом взял в Аманат и его сына Ливана. Ну, я хочу сказать, что я не встречал материала, когда, на самом деле, надгробие, это уникальное надгробие, которое мы сегодня можем видеть, только судить по фотографиям. Оно опубликовано было и у Агума Анзора. Вот. И публиковал и Николай Малых, краевед. Тоже он интересный сделал такой обзор. Но можно поспорить, конечно, со многими вещами. Но нигде не встречал, когда же это произошло. А это наиболее интересно. Конечно, этот, извините меня, этот памятник Килишбею, он необходим. Тем более, что он был. Ведь посмотрите, как он сделан. Он же очень тонко сделан, понимаете. И похоже, что это время символизма в России. И вот, и даже по надгробию можно судить. «Видел сны князь Килиш». «Видел сны князь Килиш». Понимаете, можно по-разному. То есть, взять, как бы на таком фоне историческом это рассматривать. Можно предположить, можно предположить, что, конечно, все это было, скорее всего, сделано не в 90-х годах, как об этом пишут и отмечают. Хотя вот я никаких данных никогда не встречал. 90-е годы, 19-го столетия. Есть такое мнение тоже. Но похоже, вот как я говорил, что вот этот период все же... Но знаете, почему есть сомнения, что это могло быть в 90-е годы? Потому что Абхазия и Абхазы были виновным населением. С 1877 года, официально с 1880 по 1907 год. И только в 1907 году виновность была снята. Она снята была не без участия, конечно, Георгия Дмитриевича Шервашидзе. Чачбой. Обергофмейстера двора. Который находился, в принципе, в неравном марганатическом браке с бывшей императрицей Марией Федоровной. Женой Александра Третьего. Он имел колоссальное большое влияние при дворе. Художник Александр Константинович Шервашидзе Чачба. Главный декоратор императорских театров в Петербурге. Тоже фигура очень интересная. Но нигде у него я ничего подобного не встречал. Нигде ничего не слышал никогда от дочки Бианы Александровны Русуданы Александровны Шервашидзе Чачба. Ни от ее сына Демосфена Кузьмича. То есть, в дневниковых записях те, что известны художника Александра Константиновича, тоже ничего нет. У Владимира Константиновича Чачба, его родного брата, в общем-то, тоже ничего не встречал. Никита Шервашидзе, который был министром энергетики в Болгарии, приезжал сюда после уже нашей войны. А я от него тоже ничего не слышал. Хотя, правда, я не задавал такой вопрос. Но как-то вот эта тема всегда была обойдена. Очень интересовался проблемой Вианор Пачулия. Он писал. Да и многие другие тоже. Ну, Вианор Пачулия писал. И даже я работал в охране памятников тогда с ним вместе. Как-то мы проходили. Он говорил, что, в принципе, вот здесь был памятник. Там, где комсомольцы рядом. Я говорю, а вы не путаете? Он говорит, нет. Его там взорвали в 37-м или 38-м году. При Лакобе памятник не трогали. Он, в общем-то, стоял. В смысле, надгробие. А надгробие было мраморное и было уникальное. Вот потом то, что касается надписи «Видел сны князь Килиш», трактуют по-разному с точки зрения Библии, там и всяких дел. Но мне показалось, что если это произошло вот после снятия виновности, я не исключаю где-то, может быть, 1908, 1909, 1910 год, где-то так. Кстати, немаловажный еще один момент, что в этот период, кажется, в 2011 году, если я не ошибаюсь, городским головой стал Александр Григорьевич Червашидзе. То есть все, понимаете, вот это как-то связано. А то надо ведь учесть, что Георгий Дмитриевич Червашидзе, это же был прямой, это был правнук Килишбея, он был внук не менее легендарного Гасанбея. И огромный дом его, который был здесь, в Сухуме, тоже, это ведь тоже о многом говорит. Вот, и там была потом и дальше история очень известная. И я думаю, восстановить этот памятник было не так просто, потому что мнения были различные относительно Килишбея. Официальное мнение было такое, да, что он был как бы очень привержен России. Но было и другое мнение, было и другое мнение. И вполне возможно, что долгое время вот эта его позиция, она не очень устраивает. Потому что он все же был сторонником независимой Абхазии. Эти события 1807 года, после шестого, они это доказали, эти события 1807 года особенно. И вот, я почему говорю об этом, потому что тогда воспринималось, возможно, его потомка мне, это так, что он все же выступал за как бы независимость Абхазии. И что это были мечты, сны. Сны князя Килиша. Они даже не написали Килишбея, этого нет. Князя Килиша. Сны князя Килиша. Вполне возможно, что под снами имелось в виду то, что вот он как бы мечтал о независимой Абхазии. И, к сожалению, все так плачевно завершилось, закончилось. Очень лаконичный, очень немногословный памятник. Я считаю, что выдающийся вообще памятник был по произведению искусства и даже архитектуры. Он с большим вкусом был сделан. И, конечно, этот памятник, это давно, еще в советское время говорили и выступали многие. И Хухут Бгажба Соломонович писал об этом. И многие другие писали. И, конечно, Леонид Алексеевич Шервашидзе тоже интересовался этим. Правда, я не знаю там каких-то подробностей. Может быть, они есть где-то в каких-то записях у него. Я не знаю. Но это тема такая, которую нужно исследовать, изучать. А для этого нужно посмотреть газетные материалы вот этого периода, не только. И не может быть, чтобы там это не нашло отражения. То есть, если мы берем период, допустим, с 1907 года, ну, скажем, до 1912 года, наверное, можно отыскать какие-то следы. Либо где-то в одном из архивов. Где-то это лежит. Но такое, извините меня, такое надгробие, такой памятник установить в тот период, для этого нужно было особое разрешение. А мы знаем, я уже говорил о том, что... Это ведь наверняка он нигде не светился, но без ведома Георгия Дмитриевича Шервашидзе виновность сабхазцев никогда не была бы снята. Ну, достаточно сказать, если, например, такое грандиозное событие, как русско-японская война 1994 года, кто обращается к Георгию Дмитриевичу Шервашидзе за помощью, чтобы войны не было? Премьер-министр Витте. И он пишет об этом в своих воспоминаниях. Естественно, он, в принципе, достиг таких высот. Сейчас я не буду говорить о других подробностях, но это кажется фантастически, но есть соответствующая переписка на французском языке. Она хранится в историческом архиве Грузии. Переписка императорской семьи 1918 года на предмет того, кто мог бы в случае реставрации монархии стать во главе государства. И речь шла о сыне Георгия Дмитриевича, который был вице-губернатором Рады Ряда Губернии, и пишет об этом Мария Федоровна. То есть, такая крайняя ситуация была. Ну, потому что, вы знаете, княжеские роды, такие как в Абхазии, в Грузии, они считались уже российскими. То есть, династия могла измениться. Не Романовых, это кажется фантастически, но речь шла о том, чтобы вот его сын Георгий Дмитриевич возглавил российский престол. Об этом есть документальная переписка. Я в свое время об этом как-то говорил и писал. И потому вот этот памятник, понимаете, тоже очень важный момент. Потом еще немаловажная вещь. По 1912 году Николай II приезжает в Гагуру, в Абхазии. Встреча колоссальная. Когда абхазские князья именно на встречу, особенно Александр Григорьевич Шервашидзе, который вообще колоссальную роль сыграл в истории новейшего времени того периода, 17-21-го. Он же ехал на эту встречу. Даже есть воспоминания у Андрея Максимовича Чучу, когда где-то в районе Афона ему показалось, что ямщик, в общем, не так быстро едет ее. А он был очень вспыльчивый человек. И он кинжал, воткнул ему в ягодицу, оказывается. Но он успел на эту церемонию. И там даже есть фотографии. Вот Денис Чачкаль опубликовал, кстати говоря, как-то. Интересные фотографии об встрече в Гаграх Николая II. И там центральная фигура как раз Александра Григорьевича Шервашидзе. А то есть он уже в этот период городской голова, Сухомский. Но тоже может в этот период, понимаете. Ну вот как-то вот. Ну ясно, что где-то, наверное, до Первой мировой войны, начиная с 1907 года. Но надо найти материал. А это, конечно, это ведь фигура, которую мы обозначили. Не только мы в истории. И Арденба Владислав говорил об этом. И Личбея сам Бог велел в таком месте. И не надо искать, вы понимаете, я не считаю, что это важно. Мы знаем место, где это связано с крепостью. Это локализовано все. Эта крепость, она прежде всего с его именем связана. Без этих людей сегодня не было бы Абхазии, не было бы нас. Вот для чего прежде всего. Вот все, кто есть, вот там называется у нас четыре фигуры основные, да, как бы ключевые. Есть и другие, естественно. Но если так говорить, вот они, квинтэссенции всякого, каждого периода. Именно они как бы вошли в историю. Конечно, этот, извините меня, этот памятник, Личбею, он необходим. Тем более, что он был. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...